Богородица – одна из самых почитаемых святых армянской апостольской церкви. Дева Мария воплощает смиренность и добродетель, является в образе преданной матери и хранительности святости семейных уз. Неудивительно, что на праздник Успения Богородицы Московский храм Святого Преображения был полон верующих, которые пришли помолиться и попросить заступничества у Пресвятой Девы. Слава Господу! Сегодня в его доме собрались верующие, пришедшие вкусить животворящую плоть и кровь Христовы, чтобы помолиться во славу и благодарность Отца Небесного. Пусть наша общая молитва будет просьбой к Небесному Отцу, чтобы мир жил в мире и спокойствии. Успение Пресвятой Богородицы – четвертый из пяти великих праздников армянской апостольской церкви и самый старый из семи, посвященных Богоматери. Согласно преданию, святая Дева после распятия Христа жила в Иерусалиме. Около 12 лет Мария посещала могилу своего любимого сына и непрерывно молилась. Однажды ей явился архангел Гавриил и принес благую весть о ее успении на небо. Незадолго до кончины Божьей Матери все апостолы собрались вместе в ее доме. Богоматерь завещала апостолу Иоанну отслужить святую литургию, чтобы в последний раз принять святое причастие. В третьем часу дня в комнате вдруг засиял яркий свет. Явился спаситель в окружении ангелов и принял душу Пресвятой. Ее причистое тело апостолы похоронили в пещере, закрыв ход камнем. Но вскоре, когда по просьбе апостола Варфоломеи они снова открыли пещеру, то увидели, что она пуста. Богородица уже была на небе. Конец земной жизни святой Девы церковь называет сном, а не смертью. Так подчеркивается то, что Пресвятая не умерла, а переместилась на небеса. Это та девочка, благодаря которой свершилось вычеловечение Христа. Благодаря ее воле, благодаря ее смирению. Это та женщина, которая стояла у креста до конца рядом с Иисусом, когда он страдал и мучился и умирал. Но она не роптала, потому что она не только в этот момент стояла рядом со своим сыном, она стояла рядом с Богом, и она это понимала. А сегодняшний праздник – это все-таки торжество жизни, потому что Дева Мария, она всего лишь уснула. После торжественной литургии глава российской и ново-нахичеванской епархии, армянской апостольской церкви, архиепископ Езрас Нерсесиан совершил обряд освящения винограда. При этом читает молитву святого Нерсеса Шнурали, в которой он просит у Господа освятить сады и даровать отменный урожай. Из всех плодов был выбран именно виноград, так как сам Христос сравнивает себя с виноградной лозой. «Я есть лоза, а вы ветви», – говорит Спаситель. Вином совершается таинство святого причастия. Согласно Евангелию, первым чудом стало превращение воды в вино. Его Спаситель совершил по просьбе Богоматери на свадьбе в Кане Галилейской. После торжественной литургии владыка Езрас Нерсесиан получил в подарок от мецената Гаруна Хочаряна архиепископский жезл. С изображением четырех евангелистов, украшенный драгоценными камнями и металлами. Мария Пагасян, Сурен Сафариан, АРМ-ТВ.